Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Итак, сегодня у нас объявление итогов конкурса. Сейчас мы будем выбирать 20 счастливчиков. Подробные условия конкурса были опубликованы под видео. Напомню еще разочек. Для участия в конкурсе необходимо, первое, быть подписчиком канала Кулинарная Пропаганда. Второе, оставить в комментарии под этим роликом коммент со ссылкой на репост этого видео, видео с конкурсом, в любой вашей соцсети и указать способ связи с вами в случае выигрыша. Несколько комментов под этим роликом были в духе. А вот меня нет в соцсетях, я тоже хочу участвовать в выигрыше. Что за несправедливость? Поясню. Друзья мои, я не занимаюсь благотворительностью. От слова совсем. Этот конкурс это тоже не благотворительность. Это честная сделка. Вы делаете репост где-то там в ваших соцсетях, и я получаю соответственно рекламу, а за это получаете вероятность выигрыша приза. Сейчас кто-нибудь особо хитрый спросит, а почему не каждому призы в таком случае? Мы же все рекламируем. А потому что стоимость рекламы на разных площадках разная. Например, количество просмотров одного ролика у славного дружи достигает полумиллиона, а то и больше просмотров. Количество просмотров одного моего ролика за первую неделю набегает 10-15-20 тысяч просмотров. Соответственно реклама у дружи в одном ролике стоит 100, а то и 200 тысяч рублей. Реклама в моем ролике стоит эквивалент 50 евро, то есть около 3000 рублей. Сколько просмотров набирает запись на стене вашей соцсети, смотрите сами. И еще одно замечание. Я рекламировал магазин «Ем колбаски», и за эту рекламу Павел, хозяин магазина, должен был мне некоторое количество денег. И именно эти деньги и пошли в призовой фонд. Но призов на эти деньги получалось слишком мало, и поэтому Павел уже за свой счет увеличил призовой фонд практически вдвое, даже чуть больше. За что ему отдельное спасибо. Ну что, давайте приступать к выбору наших победителей. Я для этого воспользуюсь сервисом LizaOnAir Randomizer. Для этого нужно взять адрес видео. Так, выбираю. Копировать. И помещаю сюда. Итого. У меня 596 комментариев. Да, кстати, я тоже не сказал. Под роликом с объявлением конкурса было некоторое количество комментариев, где люди просто благодарили за блог, говорили, что они не могут участвовать и прочее. Огромное вам спасибо. Не обижайтесь, я эти комментарии просто удалил по числу для того, чтобы выбор осуществлялся только среди тех, кто участвует в конкурсе. И еще один вопрос был. Некоторые комментарии, прописанные по всем правилам конкурса, попадали, и YouTube отправлял в спам. Люди переживали, собственно, куда они денутся. Не переживайте. Я забрался в эту папку спам и все их переместил обратно под видео. Так что никто не уйдет обиженным. Поехали. Идет выбор. Оркестр играет тушь. И мы выбираем первого победителя. Итак, Илья Русиянов. Смотрим. Открываем ссылку в ВК. Ага, вот, пожалуйста, репост видео. Есть. Возвращаемся сюда и смотрим на YouTube. Илья Русиянов. Так, подписки. Да, вот она, пожалуйста, кулинарная пропаганда в подписках. Итак, первый победитель Илья Русиянов. Илья, значит, я тебе отправлю в группе ВКонтакте приглашение, а тебе понадобится адрес пересылки. Так, а тебе твой адресочек скопирую в качестве первого победителя. Есть. И подпишу Илья... Ай. Илья Русиянов. Один есть. Поехали, завтарим. Хобби ПРО. Смотрим. Почему бы и нет. Так. ВКонтакт. ВКонтакт. Есть репост. Смотрим подписки. Каналы. О, есть. Кулинарная пропаганда. Хобби ПРО. Это Владимир Прохоров. Владимир, отправлю ссылочку тоже личным сообщением. Запрос во ВКонтакте. Копирую тебя. Владимир Прохоров. Выбираем третьего победителя. Поехали. Их не важно. Так. Есть у нас репост. Смотрим канал. Подписки. Есть кулинарная пропаганда. Следующий призер. Олег Колобанов. Репост. Есть. Подписки. Смотреть все. Есть кулинарная пропаганда. Пятый победитель. Растет напряжение потихонечку. Евгения Гусманова. Так. Репост есть. Подписки. Подписки. Есть. Поздравляю, Евгения. Шестой победитель. Ильин Михаил. Смотрим. У ВК. У ВК это ОК. Ага. Есть такой. Репост есть. Смотрим. Кино Михаила. Подписки. Кулинарная пропаганда. Ага. Вот он. Есть. Кулинарная пропаганда. Подписан. Отлично. Михаил. Поздравляю. Неймлес Спирит. Смотрим. Так. Фейсбук. Есть. В Фейсбуке. Алена Федорова. Неймлес Спирит. Замечательно. Поздравляю, Алена. Надеюсь, что этот приз будет использован впрок. И будут классные колбаски такой сделаны. Сергей Владимирович. Есть, пожалуйста, Сергей Владимирович. Есть. Сергей Ковалев. Да? Хорошо. Сергей Владимирович Ковалев. Смотрим. Подписки. Подписка есть. Так. Сергей Владимирович Ковалев. Девятый призер. Вообще, я хочу сказать, что среди 596 постов участников 20 призов достаточно большая вероятность выигрыша. Так. Реста. Пул. Смотрим. Артур Эрнезакс. Есть, пожалуйста, репост у Артура Эрнезакса. Подписки. Подписки. Есть. Кулинарная пропаганда. Так. Антон Теплоухов. Быть может, и мне повезет в подобном конкурсе. Смотри, повезло. Так. Репост есть. Смотрим. Подписку. Подписка. 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 Так. Подписки. Открываем подписки. Так, наверное, будет быстрее. Подписки. Есть. Кулинарная пропаганда. Поздравляю, Антон. Юлия Парамичук. Фейсбук. Суперидей. Обожаю ваш канал. Ям колбаски. Держу кулачки. Связь или на странице В. Или на почту. Хорошо. Почту тоже запишем. Смотрим. Фейсбук. Есть. Юлия Сергеевна. Замечательно. Итак, Юлия Сергеевна. Продолжаем. Максим Данилов. Смотрим. Есть у Максима Данилова репост. В подписках. У Максима Данилова. Кулинарная пропаганда. Максим Данилов. Поздравляю. Данилов. Следующий призер. Тринадцатый. Тринадцатое число не счастливое, но кому-то в тринадцатом повезет. И везончик у нас Денис. Смотрим. Пожалуйста, есть репост у Дениса. Смотрим. Подписки. В подписках есть, пожалуйста. Замечательно. Денис, поздравляю. Четырнадцатый призер. Олег Дорошенко. Смотрим. Репост есть. Подписки. Подписки. Подписки есть. Поздравляю, Олег. Олег Дорошенко. Дарья Сергушева. Дарья Сергушева. Так, есть репост у Дарьи. Есть подписка. Дарья, поздравляю. Так, какой у нас призер? Шестнадцатого выбираем призера. Незлючка. А, Незлючка. Помню, регулярно оставляет комменты Незлючка. Смотрим. Есть от Незлючки у нас репост. По-моему, один из самых давних подписчиков, мне так кажется. Потому что, помню, регулярно оставляет комменты. Семнадцатый призер. Виктор Адесит. Есть, пожалуйста. О, сколько он уже... Даже сразу два репоста сделал. Виктор Адесит. Виктор Адесит. Видео подписки. Смотрим подписки у Виктора Адесита. Есть, пожалуйста. Кулинарная пропаганда. Виктор, поздравляю. Виктор Адесит. Восемнадцатый. Переживаете, да? Уже переживаете. Осталось всего три приза. А вы еще не выиграли. И становится у нас восемнадцатым Роман Грибков. Есть репост у Романа Вадимовича Грибкова. Подписки. А, вот, пожалуйста. Есть. Роман, поздравляю. Грибков. Осталось два приза. Переживаете, да? Я тоже переживаю. Так. Дмитрий Кутыков. Смотрим. Дмитрий Кутыков. Оставил почту для связи. Стена есть у Дмитрия Кутыкова. Подписки. Подписки есть. Того Дмитрий Кутыков получает приз. Связь через почту. Кутыков. Кутыков. И последний приз. Последний. Оксана Закревская. Оксана репост сделала. Подписки. Подписках есть. Итого. Последний приз у Оксаны Закревской. Закревская. Итак. Образовалось 20 победителей. Всем 20. Я прямо сейчас отправлю сообщения. Либо на электронную почту, если не оставляли. Либо в группе ВКонтакте. В общем, в их способах связи все указано. И в течение недели, буду неделю ждать ответа. Если за неделю я ответа от выигравших товарищей не получу, тогда этот приз, ну что, разыграю снова. А все, от кого придут их координаты на электронную почту мне, я тут же переправлю Павлу Колбаскину, и он организует отправку. Спасибо, что вы стоите с кулинарной пропагандой. Надеюсь, что эти призы сподвигнут вас на изготовление вкусных, классных колбас. И вы сами тоже будете делиться со мной, в том числе, классными рецептами. Спасибо за компанию. И всем пока.